МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действительно, 18 марта текущего года ознаменовалось для всей России, пожалуй, самым важным событием в общественно-политической жизни. Выборы главы государства. Для крымчан это стало, пожалуй, еще более важное событие, поскольку мы впервые приняли участие в подобного рода голосованиях. Как вы считаете, насколько важно наше участие, именно участие крымчан в данных выборах, и как это отразится на дальнейшей судьбе народа и республики в целом? Ну, мы считаем, что частью такой большой страны Российской Федерации, Республика Крым. И, конечно, для Крыма и для крымчан это очень важное такое событие. Это первый раз Крым выбирал президента Российской Федерации. Я думаю, от того, что именно крымчане сделали свой выбор и выбрали президентом Российской Федерации Владимира Владимира Путина, они сделали очень правильный выбор, так как мы живем в этой стране, и мы должны участвовать во всех процессах. Мы часть этого государства. Эскедерга, вот ваше мнение, участие в выборах – это гражданский долг? Участие в выборах – это вообще гражданский долг каждого человека. Если люди, живущие на этой территории, пользуются благами этого государства, получают зарплату, получают пенсию, получают премиальные, они, я думаю, эти люди обязаны участвовать. Это обязательство каждого гражданина. Ну, конечно же, законодательство позволяет и не участвовать в этих выборах, как бы быть сторонним наблюдателем. Но страна в этот раз показала, что очень большой процент населения именно вышел на выборы, так как мы находимся сейчас в такой стадии. Это, конечно, санкции, это давление Европы, Америки. И народ показал свою сплоченность и показал свое видение дальнейшей жизни нашей страны и с каким человеком она будет жить. Ну, Эскендер, а, пожалуй, самой горячей темой – это было участие крымских татар именно в данных выборах. Вот какой была явка по Крыму, ну и в частности в Сахском регионе? Я точную явку по Крыму не могу сказать, но я знаю, что это более 40%. Но по Сахскому региону я могу со всей точностью сказать, это 62,7% была явка именно крымских татар. А более 76% – это была явка всего региона, Сахского региона. Я знаю, что была явка в городе Сяки более 50% во времена Украины. Крымские татары так не выходили на выборы. Я думаю, это показало то, что именно крымским татарам, они неравнодушны к этой судьбе нашего полуострова, нашей страны. И они показали, что они участвовали в выборах и будут жить в этой стране, и будут участвовать во всех жизненных процессах нашего государства, тем более республики, которые – это наша историческая родина крымских татар. Мы знаем, что 18 марта вы посещали избирательные участки. С каким настроением шли граждане? Вы знаете, я до 18 марта был со своей супругой пошел, и именно с друзьями мы пошли, и настроение было очень хорошее. Именно где я голосовал, это село Михайлка, старое название Тузлы, там тоже более 60% крымских татар, даже под 70% вышли на голосование. Это, конечно, я видел нормальные лица, радостные. Да, были, надо говорить правду, были какие-то люди, ну, какие-то были у них сомнения, но они шли на выборы. Они шли, и я думаю, то, что сейчас мы, именно крымские татары, показали такую явку, я думаю, это подготовка к выборам на следующий год, подготовка к местным выборам. Я думаю, крымские татары на местных выборах на следующий год еще лучше себя проявят. И мы займем достойные места и депутатов, и, я думаю, и кадровом в вопросе. Эскендар, а вы член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, вот, в период предвыборной кампании, какая была на вас возложена миссия? Ну, как члена Совета на меня вообще никакая была, не была возложена миссия. Мы просто, я как президент общественной организации, я возложил на себя именно такую миссию, на свой президиум, на свое окружение, что мы должны были поработать. Да, мы поработали очень серьезно. Мы выезжали в регионы, общались со старейшинами, с молодежью, но в общественной организации «Инкишав» более 70% молодых людей. И, конечно, молодежь она проявила очень серьезно. И я заметил то, что именно молодежь, она более шла на выборы, и вели с собой и родители, и бабушек, и дедушек. Молодежь очень большое участие приняла в этих выборах. Эскендар, ну, как известно, у организации «Инкишав» есть представительство во многих районах Крыма. Вот каким образом в ходе предвыборной кампании удалось организовать работу на местах, и, собственно, как прошла сама предвыборная кампания? Ну, члены общественной организации «Инкишав», они абсолютно во всех регионах Крыма есть у нас. И мы постарались выездными такими заседаниями, выездными совещаниями. Выезжали на места, мы выезжали в Ленинский район, Джанкойский район, Бахсарайский регион. Очень большая была работа в Раздольницком регионе. Было в Епатории городе, была большая работа проведена. И везде мы приняли участие. Но, конечно, основное то, что мы очень серьезную работу проводили в своей общественной организации «Инкишав», это в Сакском регионе, где буквально перед выбором я сказал, я беру ответственность именно за Сакский регион и буду там проводить работу. Так как этот регион я давно уже знаю, я там живу, и мы проводили до этого большую работу. И то, что именно показала явка в Сакском регионе 62,7%, это та работа, которую мы проводили до выборов. Это не одного года работа. Действительно, из кендергаута результат был налицо. Команда «Инкишав» – это очень многочисленная команда на местах. Действительно, у вас очень много представителей. Вот вы говорили о том, что выезжали практически в каждый регион Крыма, во многих уголках Крыма вы побывали. Каким образом проходили данные встречи с гражданами? Или это было какое-то общее совещание? В каком формате проходило? Вы знаете, да, мы не во все регионы выезжали, я могу, правда, но во многие регионы, именно где у нас есть свои близкие люди, которые члены организации, я еще повторюсь, это Раздольная, это Бахчисарай, это Евпатория, это Симферопольский район. Да, мы выезжали, проводили работу, встречались с гражданами. Это была встреча меня самого. Иногда мы встречались, делали встречи с Римзи Ильясовым, проводили очень большие встречи, где были люди и по 200, и 300 человек. Были встречи с лидером общественного мнения. Именно это такие компактные встречи, где было где-то около 40-50 человек. И мы обсуждали разного рода вопросы, именно объясняли людям, для чего нужно для крымских татар участие в выборах. Но я увидел обратный, что людям не надо было этого много объяснять. Люди сами понимали свою ответственность, именно крымско-татарского народа, участие в этих выборах, и значимость этих выборов люди очень прекрасно понимали и понимают. Поэтому именно вышел такой результат, и крымские татары со всего Крыма вышли на выборы. В том, что есть именно это понимание, я думаю, во многом заслуга именно общественников, общественных организаций. Не так ли, Эскендер? Я думаю, это понимание есть какая-то часть и общественников, и общественных организаций. Но я думаю, у нас народ мудрый, умный, и он сделал сам этот выбор, и сделал свои выводы, и пошел народ на выборы. Ну, Эскендерга, вот вы все-таки представитель САКского региона, и вот нельзя не отметить, что именно в САКах действительно крымские татары очень сплоченные. И мы знаем, что это тоже итог работы, конечно, команды. Но вот как вы считаете, вокруг чего формируется единство? Вообще, вокруг единства формируется вокруг лидера. Вокруг лидера, может, и ни одного. Я скажу, в общественной организации Никишаф более 70% это молодых людей. У нас в общественной организации есть много имамов, которые с нами сотрудничают. Мы очень близко сотрудничаем с муфтиатом. С муфтиатом большую работу совместную проводим. Это уже не буквально не с 2014 года, а эта работа была еще до 2014 года во времена Украины. Ведь Никишаф организации, ей будет 6 лет. Мы уже были организованы во времена Украины. И тогда на выборах Курултай общественная организация из 14 организаций заняла второе место. Ну, это был шок тогда и для Чубарова очень серьезный. Никто не предполагал, что такая молодая организация не сможет получить такое место. У нас есть свои методы работы именно с населением. И вот в этот раз именно молодежь тоже очень сделала большую работу среди молодежи. Это такие проводились в селах мини-собрания, мини-встречи, но молодежь сделала очень серьезную работу именно в предвыборной кампании. Ну вот если более детально остановиться, Эскендерга, вы сказали, у вас есть свои методы. Вот что это за методы, Эскендерга? Это методы доверия молодежи. Надо уметь слышать молодежь, надо доверять ей, надо понимать ее. Ничего такого секрета нету. Но вот это взаимное доверие молодых людей и более такого поколения, оно дает результат. Вы все-таки делаете ставку на молодых людей, да? На 90%. Ага, это наше будущее, да, Эскендерга? Да. Эскендерга, ну вот вы сами также отметили, что явка крымско-татарского населения была достаточно высокой. Можно ли считать, что в связи с этим все высказывания, которые были ранее со стороны сопредельного государства, они никоим образом не влияют на наших соотечественников сегодня? Вы знаете, они очень серьезную тоже работу проводили, именно антиагитацию такую, именно чтобы крымские татары не шли на выборы. Но я повторюсь, народ сделал свой выбор. Именно, я еще повторюсь, народ не послушал ни со стороны Украины, чтобы не пошли на выборы. Я скажу одно, ведь знаете, что было так интересно, то, что президент Порошенко не говорил, чтобы украинцы не шли на выборы. А вот Чубаров в основном призывал крымских татар, но и призывал и не крымских татар, даже и украинцев, русских. Вот на последнем там у них передача «Мост» такая, он открыто призывал не идти на выборы. Но крымчане сделали свой выбор, в том числе и крымские татары. Они живут у себя на родине, живут в Крыму, им не безразлична судьба нашей родины. И что будет завтра? То, что будет завтра в Украине, я думаю, не могут не сказать ни Чубаров, ни Джимилев. Они не могут сказать, какой завтра будет, кто будет президентом завтра. Но вы сами видели на одной из передач, когда лидер одной из партии, будем, регионов, сказала такие, мне не хочется повторять эти слова в адрес того, что кого поддерживают сейчас крымские татары именно в Украине. Она такие слова, они хорошие, я не хочу повторять даже эти слова. Но я думаю, со следующего года, я не знаю, куда будут смотреть, в какую страну будут смотреть. Это крымские татары, которые занимаются крымстотарской проблематикой. У них, я думаю, будет большая проблема. Ну, нередко, конечно, звучат даже угрозы в адрес тех, кто ходил на выборы со стороны, опять-таки, сопредельного государства. Но я думаю, что мы сегодня этого не боимся. Конечно, это неприятно слышать. Это пустые угрозы. Знаете, это... Вот мне, конечно, было обидно, когда угрожали Фивзяга. Когда ему ночью, позвонив час ночи, и сказали, это слова Чубарова, сказали, «Ты подумай, у тебя есть сын». Это что имел он в виду? Он его в виду... Можно по-разному понять. Ну, я, конечно, думаю, не угрожал он его жизни, а угрожал его карьере, скорее всего. Но я думаю, это неправильно. Были угрозы... Ну, я не сказал бы угрозы, а какие-то, ну, неправильные. Слова со стороны Ахтема, когда он говорил, что мои дети, мои дети, мои внуки будут еще отвечать, там, мои родственники. Понимаете, ну, будучи, находясь там, можно говорить, что хочешь. Да, конечно, было бы так, когда сидеть бы рядом, смотреть друг в другу глаза. Если мужчина, вот он бы сказал, у меня где-нибудь глаза, другое дело. А то, находясь там за границей где-то, и можно себе позволять болтать, что хочешь. Я на эти вещи отношусь так скептически, не очень так. Но хотел бы сказать, что придет время, конечно, они за свои слова ответят. Если я буду живой, я сам с них спрошу за эти слова. Не за себя, за своих детей, за своих внуков. Что они имели в виду, как они будут отвечать. Ну, все-таки на следующие 6 лет глава государства у нас уже избран. Вот, подводя некий итог, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие качества президента вызывают уважение и доверие среди наших соотечественников? Для крымских татар это, в первую очередь, указ президента о реабилитации. Второе, серьезное, это строительство мечети, которую мусульмане Крыма, особенно в большинстве крымские татары, ждали более 10 лет. И мы сами видим, как строится эта мечеть. И на следующий год, к концу года она будет, и мы там сможем проводить свои праздники, можем проводить свои пятничные намазы. Я думаю, в этой мечети будут и созданы институты мусульманского, потому что там здания административные позволяют этого. Это строительство школ именно, строительство детских дошкольных учреждений. Да, есть проблемы, конечно, есть проблемы, то, что иногда подрядчики недобросовестны, но дело начато. В основном идет строительство в хороших темпах. И это, да, у нас есть проблемы в языке, но наш язык признан государственным языком. Вчера была передача президента Соловьевым, он именно затронул, был задан вопрос по крымских татарам, он сказал, да, крымские татары очень много пережили, именно у крымских татар сейчас государственный язык. И что наше будущее в России? Я думаю, вот это все, то, что говорит президент, и самое главное, то, что он говорит, он делает. У него качество, именно качество мужчины очень серьезно отвечать за свои слова. Вы посмотрите строительство Керченского моста. Я являюсь членом Совета по строительству Керченского моста, я там бываю, но это просто я видел в Узбекистане, когда в детстве строили Чарвакскую ГЭС, но такую стройку и такими темпами, когда с определенного государства Украины говорили, то опора упала, то что-то согнуло, что денег не хватит, все. А вот я говорю, 9 мая, и сказал президент, и я подтверждаю, что пойдут уже поток машин легковых по мосту. Но на следующий год будет железнодорожная ветка, и я думаю, Крым очень наполнится именно туристами. Скажу сказать больше, когда пройдет именно чемпионат мира по футболу, вы посмотрите, как будет в Крым еще будут вкладываться средства, и каким станет Крым у нас через 5-6 лет, я думаю, его никто не узнает. Это строительство дороги, это ведь строительство аэропорта. Ну, такого в Крым никогда не видел. А крымские татары, это их не родина, они все видят, они ощущают, и они верят. Поэтому вот все это дает нам право доверять этому президенту. Эскендарга, ну вот в этой связи вот такой вопрос заключительный еще возник. Можно ли сказать, что наш народ возрождается? Я думаю, наш народ возрождается, ну, после того, как вернулся на родину. Но ощутил себя, более вздохнул, это с 2014 года, увидев, что к нашему народу повернулись лицом. Именно повернулась эта Российская Федерация и президент Владимир Владимирович Путин. Я вам скажу больше, когда больше заседания Совета, президент со всеми за руку прощается. А когда он подошел ко мне, остановился, и посмотрел мне в глаза, и сказал, «Эскендар, не переживайте, в Крыму все будет хорошо». И я ему верю. «Эскендар, а мы на бойлы ноқтадашты программамыз сону наетты. Бүгін студиамызның мусафыры олыб, более açых субеттіңіз үчін чоқ сауыныз. И буту нынешлеріңізде Аллахула кетірсін». «Біздің милет жан ауыртмасын, мен рус тілінде қонышқаныма, мен татар тілінде айтар едім, ләкен мен стер едім, мен сөзлерім, башқа милетлер де ешісім». «Сауыңыз, Эскендар, аға!» «Урметлі сәрджілер, мені сіхатырладан, бүгін студиамызның мусафыры Русия Федерация Президенті янында «Милетлер Арам Мунасіпетлері Бонжа Шурасыны Азасы» Эскендар Білялов олды. Віа чықлаф программасы сону на келіп, сізге эй-яқшамлар тілі, көршіне көзірім, сауыз, нен хауыныз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова